Посадение шитью пошуку працы, утеплить дом, поменять подлогу, замоцывать дом за иншей школой. Хучей разобраться с наболелыми пытаньями допомагают звороты до представников улады подчас промых линий и особистых приемов. Наши корреспонденты отправились в Мазырский район, чтобы погутарить с местными жахарами об их опыте диалогу с уладой. На первом поверсии этого дома, что вез Цыкаменко живет Алена Гончаренко. Усё житё Жанчина отпрацевала на фермах. У своей 85 живи одна, дети у Мазыры. Недавно у шмат поверховцы почался капрамонт. Пакуль ремонтовали коммуникации, у пенсионерки за гэтых осапсовалася подлога. Что делать? Пришлось извертаться до уладов с просьбой поменять покрытие. Спочатку добивалось выращение проблемы на мясовом узровне. Потом звернулся до старшиней облывы конкама Геннадия Соловья. И справа им гненно зрушилась из местца. Сара Жанчина за довольнением сустракая гостей, демонструя новую подлогу. И дякую за допомогу. Я довольна, очень даже довольна. И благодарна всем. И благодарна очень Геннадию Михайловичу, что слышали меня и помогли. И также благодарна этим строителям. Тоже, глядите, зима. Ну, они тоже стараются мерзнуть. Ну, все стараются. Едем у Мазыр. На фасаде дома одразу бачены участки, яке недавно утепляли. Уздымаемся на пятый поверх. Тут нас чекает Вольха. Кажет, зараз не соромно запрошать людей в квартиру. Справа тем, что в покоях некольких годов запад шарнели от сырости стены. На вобманцах были вильготными, да и пах был отповедным. Минулой зимой комиссия сбиралась проверить стены тепловизором. Лягета робится при стабильных минус 10 градусах. А все мы памятаем, что морозов тогда практически не было. А вот неприемная ситуация никуда не сникла. У вынеку с воротцами Бирковских трапе у Гомельске облаконкам. И проблема вырошилась. Нам утеплили, в частности, эти стены, заделали стыки. Это было сделано летом. Сейчас уже прошло полгода. То есть была осень дожитливая. Сейчас очень снежная зима. Никаких вопросов нету. Все стоит сухое, во-первых. Запах отсутствует, черноты этой нету. И вообще я могу даже без носков находиться в этой комнате, что было вообще невозможно. Умясом уже укажет, что ситуации знакомые и только чекали стабильной отмывной низкой температуры, как проверить тепловизором стыки панелев. Нужно было нам только время. Шли пошагово с наименьшими затратами. Наступная кропка – Мазырский бульвар юноства. 52 дом, у яким живут переважно молодые семьи, был замоцованный за 13-й школой. Как добраться до ЯЕ, детям троечки треба было пересекать проездную участку. Самое кривдное, что на суперчем от поверховки находится девятая школа. И когда есть установка, до какой рукой подать, то на вождь детей отправлять так далеко. Шахары дома склали лист, собрали подписы и накировались с початку до мясовых уладов, а потом до областных. Это было летость. И уже в веростне дети с 52-го дома отправились у соседнюю школу. Когда мы обратились к Геннадию Михайловичу, и он принял положительное решение по нашему вопросу, и вообще отнесся поотечески к этой ситуации, понял нас, что это действительно будет одно из правильных решений. И мы, у нас есть группа, которая, мы, я сделала объявление, что принято решение в положительную сторону, и наши детки будут ходить в девятую школу. Все были просто, писали ура, такие были эмоции, все такие счастливые, что, ну, как бы, и очень довольны, что, ну, как бы, то, что мы хотели, у нас получилось. Поэтому я считаю, что мы достигли хорошего результата в этом вопросе. Особистые приемы громадян и промые телефонные линейки, организуют с керавництвом областной улады, давно доказали свою эффективность. Люди разумеют, что их проблемы могут вырошиться. А керавництво региона ясно бачит ситуацию у регионе. И то, как працуют особные сферы. В облсполком в течение 2020 года поступило 4643 обращения. Каждое третье обращение решено у нас положительно. Граждане выражают свою благодарность не только руководству нашего облсполкома, а также и руководству райисполкома, всех тех, кто принимал участие в разрешении их вопросов. Али есть проблемы, яке по разных причинах вырошить не отримливается. Наверное, при всем ожидании уладов разных узровнях. Это когда люди, как добиться своего и мкнуться об исти закон. Таких зворотов только у Гомельских облаконкам за минулый год поступило, когда 40% от догольной колькости. Марина Севриянова, Сергей Камко, Телерадоя компания «Гомель», Мазырский район.